Уберечь сад и огород от насекомых вредителей можно не только с помощью сильнейших ядов. Сторонники природного земледелия все чаще обращаются за помощью к птицам. Чтобы пернатые санитары получили постоянную прописку на вашем участке, следует позаботиться об этом уже сейчас. Как помочь перезимовать бедным птахам, расскажет биолог Самарской станции Юнатов. Мы с вами сегодня пришли в наш сад Самарского областного детского эколого-биологического центра. И наша задача привлечь птичек, которые зимуют и которые питаются насекомыми вредными, привлечь в наш замечательный сад. Посмотрите, ребята, какие сугробы огромные! Птицы не могут себе добывать пропитание, и многие из них погибают. Из десяти синичек за зиму без подкормки выживает лишь одна. И наша с вами задача, как юнатов, как экологов, помочь беззащитным нашим птичкам выжить, и они же потом помогут нам с вами. Правильно? Нужно повесить кормушки. Основную энергию птицы в эти зимние, холодные дни и ночи могут получать из сала. Сало. Обычное сало. Сало обязательно должно быть не соленое. Лучше внутреннее сало. Лучше говяжье даже сало. Очень хорошо, если оно даже со шкуркой. Вот такое, видите, мягенькое это внутреннее сало. Замечательно. Здесь очень много энергии для птиц. Мы делаем вот такой крючок. Раз. Очень легко гнется, видите? А здесь он достаточно острый. И с другой стороны делаем вот такой крючочек. Потом мы берем кусочек сала. И вот так вот его нанизываем. Очень интересный момент, о котором я хочу сказать всем людям, кто живет в частных домах, у кого есть дачи. Дело в том, что если у нас в доме есть кошки, которых мы очень любим, и мы собираемся совмещать привлечение птиц и любовь кошек, то это, хочу вас огорчить, вещи не очень совместимые. Потому что кошка – это хищник, она будет охотиться. И, конечно, домики с птицами и птенцами будут ее провоцировать на это. Поэтому лучше оградить даже соседских кошек, то есть закрыть забор как-то, чтобы проход... Если вы собираете свой сад, вывешиваете домики для привлечения птиц, то доступ хищникам туда должен быть доступен.